К другим новостям. Чувашский государственный университет вступил в Русское историческое общество. На заседании общества наш вуз представлял декан исторического факультета Олег Широков. По его словам, это событие стало одним из знаменательных в научной жизни республики. О значении Русского исторического общества Олег Широков рассказал в нашей съемочной группе. Русское историческое общество – организация с вековой традицией. С 1866 по 1917 общество занималось координацией деятельности всех историков Российской империи. Было фундаментальным центром исторических исследований. Большевики упразднили его. В 2012 году в год российской истории общество было воссоздано. Инициаторами возрождения стали ведущие научные и общественные организации страны – Академия наук, Московский государственный университет и многие другие. Общество возглавил Сергей Нарышкин, спикер Госдумы. Инициатива вступить в это общество исходила от преподавателей исторического факультета Госуниверситета. 27 февраля в Мироваренной палате Московского Кремля Госуниверситет приняли в члены Российского исторического общества. Надо заметить, что ЧГУ – один из немногих региональных вузов России, которые вошли в эту организацию. Олег Николаевич привез из Москвы уникальную книгу – один из первых результатов деятельности общества. Уникальная книга, фоксимильное издание той самой официальной романовской истории об избрании на царство и венчание на престол первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича Романова. Книга издана впервые. 300 экземпляров пока на данный момент тираж, поскольку вплоть до сегодняшнего дня не было полного перевода, не было полного издания, которое было бы доступно. Общество среди своих многочисленных целей ставит борьбу за чистоту истории, методическую помощь вузам в очищении от деятелей, не имеющих отношения к исторической науке. Важный даже и не только для историков, а в целом для страны вопрос – это борьба с тем, что мы называем плагиатом. Плагиат, связанный с последними скандалами в Московском педагогическом университете. Это диссертации, которые не выполнены на должном уровне. Понятно, что, наверное, очищать свои ряды историки должны сами. Это одна из приоритетных задач на ближайшее время. Создается экспертный совет российского исторического общества для того, чтобы проводить анализ, анализ всех диссертаций, которые были защищены и подверглись сомнению в последнее время. Историка географический факультет ЧГУ теперь может участвовать во многих проектах российского исторического общества. Один из таких – создание единого учебника по истории России. Дмитрий Точилов, Георгий Казнин, Александр Петров. Республика.